Девушки отдыхают 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 Меня вырвало, но голова до сих пор болит. Я не осмелюсь сказать тебе ничего другого, если ты каждый раз будешь устраивать такое. Давай пойдем. А ты здесь? А я собиралась идти в школу, чтобы тебя найти. Этот придурок приперся к нашим дверям и... Эдже? Доченька, Эдже? Эдже, что с тобой? Эдже... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я могу объяснить. Как ты можешь это объяснить, Есимин? Что ты объяснишь? Хочешь, начни с этого. Объяснять будешь не одна. Нет. Отойди. Гехан, не делай этого. Открой дверь. Гехан, не делай этого. Отойди. Оставь. Отойди, говорю. Отстань. Открой дверь. Не делай этого, прошу тебя, оставь. Если ты мужчина, открой дверь. Поговорим, как мужчина с мужчиной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто? Я говорил тебе, у нас не так много времени. Как я говорил, Есимин, у меня с невестой намечена своя программа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боже, пожалуйста, пусть она не умирает. Только что говорил Синана. Ей оказывают помощь и переливают кровь. Не переживай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Синан очень расстроится. Совсем расклеится. Он быстро возьмет себя в руки. Не переживай. Как хорошо ты знаешь своего брата. А вот вопрос дня. Сейчас ты скажешь, что недавняя знакомая не может знать брата лучше тебя, но внутри него сломленный ребенок, который боится обидеть, а испугавшись, обижает. Ты знаешь это? У кого из нас нет внутри ребенка с разбитым сердцем? Некоторые в ладу с этим ребенком. Как Синан. А некоторые в обиде даже на свое детство. Не спрашивай кто. А у некоторых вообще не было детства. И ты не спрашивай кто. Я пойду. Не уходи. Что сделал Синан? Он должен был что-то рассказать. И ты знаешь, что. Хотите, продолжим в доме. И первин любит гостей, не так ли, родная? Угу. Прошу, заходите. Нет. Тогда, с вашего позволения, не будем вас больше задерживать. Кстати, вам так больше идет. Не надевайте больше парик. Гек-хан. 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 Может, успокоишься? Успокойся и выслушай меня. Что я должен выслушать? Что я должен выслушать? Ты же видел, у него есть девушка. Ты своими глазами видел. Какое мне дело до его девушки? Мне-то что? На голове парик, на глазах очки. Что ты... Что ты здесь делала? Скажи мне это. Почему ты надела парик? Ты мне это скажи. Я сглупила. Сглупила. Я испугалась, что вы навредите друг другу. Ты мне ничего не объяснила. Я захотела спросить у него. Я не знаю, зачем я надела этот парик. О чем ты говорила с ним? О чем? Сказала, чтобы он не связывался. Сказала, чтобы он не связывался с нами? Там была его девушка, я не смогла поговорить. Не получается, Есимин. Не получается. Что не получается? Что не получается? Я запаниковала, и сейчас не могу нормально соображать. Пожалуйста. Давай дома поговорим. Я больше тебе не доверяю. Не могу доверять. Гек-хан, не делай этого. Пожалуйста, открой эту дверь. Гек-хан! 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 Я не сделала ничего плохого. Я сделала это ради нас. Ах, дочка, ах! Ты уже несколько дней не спишь ночами. Недосыпание делает человека таким измученным. К тому же ты и не ешь толком, доченька. Ты уже несколько дней не ешь и не пьешь нормально. Посмотри, как ты исхудала. Что ты сегодня ела в школе? Мама меня тошнит. Не заставляй меня говорить. Доктор, что с моей дочкой? Она что, отравилась? Паспортных данных нет ошибки? Ей еще нет 18-ти, верно? Верно, верно. Верно, но почему вы спросили про возраст? Зачем вы спросили? Ваша дочь беременна, госпожа. Послушай, есть что-то, чего я не знаю. Я не знаю, что случилось, но ясно, что знаешь ты. Так что расскажи мне. Послушай, я... Пожалуйста. Синан собирается мне что-то сказать. Он уже давно хочет со мной поговорить. И ты знаешь, что он скажет. Ты не станешь прикрываться этим. В этот раз не станешь. А, 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 я не поняла. Что значит? Вы что, шутите, доктор? Значит, беременна. Что вы сделали? Принесли результаты чужого теста? Она же еще ребенок. Посмотрите, она же маленькая. Успокойтесь, госпожа. Я говорю вам то, что показали результаты анализа. Черт, ваши анализы крови и ваши результаты. Чьи это результаты? Перепутали, наверное. Что значит беременна? Она же еще ребенок. Дочь, скажи что-нибудь этому доктору. Что она говорит? Возьмите себя в руки, госпожа. Вероятности ошибки теста нет. Идите в женскую консультацию и узнаете, какая неделя. Дочка, что она говорит? Говорит про беременность, говорит про какую-то неделю. Идите к черту со своей неделей. Дочка, да что же ты? Вы что, решили меня с ума свести? Открой рот и скажи хоть слово. Мама, я не беременна. Не могу быть беременной. Скажи, что результаты теста не верны. Почему ты не говоришь? Почему ты не говоришь? Мама, я прошу прощения. Я прошу прощения. Я прошу прощения. Прошу прощения. Мама, я прошу прощения. Я очень хорошо знаю, что ты обо мне думаешь. Хорошо? Думаешь, что я смотрящая не на сердце, а на деньги в кармане, на бумажник? Да ладно. Нет, послушай. Я не жду от тебя, что ты поверишь в мои чувства и будешь их уважать. Что бы там ни было, мне нужно это узнать. Это очень важно для меня, потому что связано с Синаном. Даже если тебя это не волнует, я... Я его... Ты его действительно... Синан, ты в порядке? Ее отец не захотел меня там видеть. Вот я и приехал. Синан, ты в порядке? Девушки отдыхают Мама Отпусти Тю Позор на тебя Нам с тобой нужно поговорить. Я думала, ты сначала захочешь прийти в себя. В этот раз затягивать не буду. Казан, послушай, я... Извини, что перебиваю, но и я должен принять участие в этом разговоре. Ты не скажешь про предложение? Что за предложение? Мы хотим повторно организовать дело с косметикой, которое завалили. Но теперь... Мы официально предлагаем тебе стать лицом нашей косметической марки. Ты была маминой мечтой. Птицей счастья. Конечно же, ты бы вышла замуж, когда настало бы время. Вышла бы за самого достойного, за самого лучшего, когда настало бы время. Разве так должно было случиться? Разве так должно было быть? Я бы сделала тебя невестой в белом платье. По всем правилам и обычаям, я бы своими руками выдала тебя за твоего суженного. У меня, у твоей матери, должны были просить твоей руки, просить по воле Бога и по слову пророка. Я бы отдала свою дочь. И приданное бы собрала. Самое лучшее приданное. Мы ходили бы за покупками для него. В вечер хны я бы плакала и смеялась бы. Твоя свадьба. Твоя. Твоя свадьба была бы во дворце бракосочетания. Как же теперь все будет? Скажи, как это все будет? Как теперь все будет? Как, скажи мне, как? Как я сделаю тебя невестой с малышом в животе? Что я теперь буду делать? Мама, я еще ребенок. Вот именно. А теперь я стану мамой. Ты должна была подумать об этом тогда, когда занималась этими делами. Ребенок, видите ли, тогда повела себя, как ребенок. Почему ты не сберегла свое детство? Я боюсь, мама. Молчи. Молчи, клянусь, я тебя на кусочки порву. Я прикончу тебя. Молчи, Боже, сохрани мой разум. Сохрани мой разум, Боже. Что мне делать? Случилось то, чего я боялась. То, чего я боялась. Что я буду делать? Мама, пожалуйста, давай поговорим. Мама, послушай, пожалуйста, не устраивай скандал. Его отец в больнице. Он болен. Он болен. Отец, что с тобой? Папа. Казамбей. Если он сейчас узнает от тебя такое, ему станет еще хуже. Ты посмотри на мою младшенькую. Отец болен? Вот тогда я не прощу себя, мама. А-а-а. Это наши туфли. Его отец Борин? И так, ты услышала наше предложение. Ответишь, когда захочешь. Мне больше нечего сказать. Синан? Минуточку, минуточку. То есть, все было из-за этого? Ты из-за этого ворвался в комнату? То есть, ты уже столько дней мучился, чтобы сказать мне это? Чтобы я стала лицом вашей Марки, да? Что ты сказал мне, когда мы разговаривали в комнате? Ты сказал, улыбнись мне в последний раз. Это было из-за этого? То есть, ради того, чтобы я стала лицом вашей Марки? Ладно, дело несколько преувеличено. То есть, из-за того, что Синан ранее уже тебя разозлил, он не хотел злить тебя еще раз. И если бы я знал, что все так и будет, я бы сам тебе сказал. Да, Синан? Правда же? Я очень разозлил тебя непредусмотрительностью. То есть, я знал, что ты не согласишься? Ты бы разозлилась на меня? Я на самом деле не хотел говорить. И это все? То есть, вы хотите, чтобы я стала лицом вашей Марки? Ты услышала наше предложение. Ответ дашь, когда пожелаешь. Синан. Я тебя спрашиваю. Это все? Хазан, будет лучше, если я избавлюсь от того, что на мне. Ты подумай. Мы потом поговорим, хорошо? Что вы от меня скрываете, а? Ты будешь молчать и даже рта никому не откроешь. Слышала? Услышала меня? У нас и так все плохо. Естественно, будет плохо, когда преждевременно будешь заниматься не теми делами. Но, мама... Никаких «ну». Все кончено. Ты даже не пикнешь. Никому. Даже сестре не скажешь. Мама, ну как все будем скрывать? Сколько времени мы будем скрывать? Будешь скрывать, госпожа. Как ты скрывала до сих пор от своей матери и дальше будешь скрывать. Ты не доставишь мне неприятностей с сестрой. Я не смогу сейчас возиться еще и с ней. Твоя мать уладит это. Она найдет какой-нибудь выход. Как-нибудь решу я это дело. Решу. Давайте, девушки. Давайте, вы закончили ваши дела. Что ты сделал, брат? И что это было сейчас, а? Послушай, я сейчас тебе скину геолокацию. Хочу, чтобы ты немедленно туда приехал. Гигхан, остановись. Остановись! Не остановишься? Хорошо. Я знаю, как тебя остановить. Не поверила. Не поверила. Что ты делаешь, Синан? Что ты скрываешь от меня? Или все, или ничего, любимый. Осталось. Продолжение следует... Ясимин, что ты... что ты наделала? Иди сюда. Иди сюда. Ты что сделала? Ты что делаешь, Ясимин? Что ты такое вытворяешь? Я сделала это, чтобы не потерять тебя. Сделала, потому что очень тебя люблю. Чтобы с тобой ничего не случилось. И парик этот на голову надела, не знаю зачем. Сделала, чтобы защитить тебя. Пожалуйста, не уходи за глупые ошибки. Если бы там не было невесты этого человека, ты знаешь, в каком состоянии были бы мы? Я вижу в свою жену выходящий из дома мужчины, который к ней приставал. С париком на голове, ты хоть представляешь, какие мысли у меня были? Какие мысли могут прийти тебе на ум? Какие мысли? Ты не видишь, до какого состояния я дошла из-за страха? Не видишь? Ты теперь даже моей любви и преданности не веришь? Ты хочешь, чтобы я тебе доверял? Посмотри, до чего мы дошли. Это последний раз. Последний. 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 Не поверила. Она не поверила в эту глупую ложь. Не поверила, да? Не бойся, Синан. Люди верят в то, что хотят верить. Знаешь, откуда я это знаю? Я по себе это знаю. Я знаю это, потому что сам поверил в такую гнусную, отвратительную ложь, только потому что ты сказал. Ты, черт побери, ты! Я сказал себе, брат мой, он не сделает такого, нет. Я сказал, что он совестливый, сказал, что в нем нет зла, а? А тогда почему спас? А? Я и так собирался рассказать всю правду девушке. Почему ты спас меня? Тебя ли я спас? Подумай. Я из-за тебя сломил гордость девушке, которую даже не знал. Я оскорбил ее. Извини, Синан, но в этот раз я не могу сломить ее гордость. Я не тебя, я ее спас. Я сказал ужасные слова девушке. Единственной заботой, которая является содержать свою семью, которая, вопреки ужасным амбициям матери, пытается удержаться на ногах. Как я мог сделать такое? Да черт подери, я не знал, что стану причиной всему этому, не понимаешь? Собственно говоря, я не знал Хазан, тогда я даже понятия не имел, кто она такая. Он все еще... Хазан, Айша, Фатма, какая разница? Как ты можешь устраивать такую подлую ловушку девушке, которую даже не знаешь? Что ты такой за человек? Я ужасный человек. Понятно? Я ужасный человек. Но я изменился. Говорю тебе, изменился. Я изменился вместе с Хазан. Я не знал, что дела дойдут до этого. Не о том, что дойду до этой точки. Не о том, что... Что? Что влюблюсь в нее. Чего? Ты еще и влюбился в девушку, на которую обычно даже посмотреть постеснялся бы. Ты хочешь, чтобы я сейчас поверил тебе после всего этого? Ой, да хочешь верь, хочешь нет, понятно? Влюбился. Я без стеснения влюбился в эту девушку. Вытри эти слезы, вытри. Иди прямо в комнату и не выходи оттуда. Хазан, идем, дорогой. Ты заходи. Я немного подышу воздухом. Он идет сюда. Нельзя уходить. Вытри слезы и приведи лицо в порядок. Здравствуйте. Эдже? С вами все в порядке? Она немного болеет. Не волнуйтесь, отдохнет и все пройдет. Спасибо. Скорее поправляйтесь. Что с вами? Нет. Ничего. Со мной все в порядке. Давай, дочка, иди выпей воды на кухне. Я сейчас приду за тобой. Давай, доченька, иди. Базилет Хану. Эдже плачет. Да, она плакса. Она выросла избалованной. Ей сделали укол, чтобы сбить температуру. Вот и плачет. Пройдет. А Ягзбея нет? Почему вы спрашиваете? Хотела спросить про комнату. Нужна ли ему помощь? Если нужна, чтобы я знала. Понимаете? Нет необходимости, наверное. Если у него будут затруднения, он сам скажет. Вы займитесь своей дочерью. Хорошо. Я-то займусь своей дочерью. Займусь. Но тогда ты увидишь затруднения у своего сына. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Я что, теперь стану мамой? Я стану твоей мамой? Послушай, он понял, что ты ревела. Давай взгляну на тебя, вытри эти слёзы. Если твоя сестра поймёт, то тогда мы пропали, честное слово. Давай, прямиком в уборную и приведи себя в порядок. Пойдём. Идём, 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 идём. А-а? Эджи? Сестра? Что с тобой случилось, сестрёнка? Сестра? Моя избалованная сейчас напугает свою сестру. Иди сюда, идём. Что с ней случилось? Она приболела. Со школы позвонили. Я пошла туда, и что я вижу? Наша такое устроила, Хазан. Слишком избалованная. Ты что, плакала? У меня что, что-то на лице? С вами всё в порядке? Что происходит? У меня глаза немного слезятся от ветра. Или, наверное, она меня заразила. Её болезнь перешла ко мне. Ну да ладно. Пусть сегодня она поспит со мной, чтобы ты не заразилась. Давай, моя красавица, давай. Погоди. Иди сюда, сестрёнка. Да всё с ней в порядке. В школе что-то случилось? Нет, ну что ты. Ничего не случилось. Ей же жаропонижающий укол сделали. Так от него усталость и тошнота появляется. Не приставай к ней. О, Боже. Я сейчас её супом накормлю, и она придёт в себя. Да, моя красавица, да? Давай, 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 мы пойдём. Давайте я тоже иду. Нет, дочка, ты куда идёшь? Ты останься. Останься, чтобы... Чтобы я ещё с тобой не водилась, Господи. Она же больная, заразишься. Что опять происходит? Иди, ради Бога, иди. Ложись. Ложись, ложись давай. Аккуратнее. Аккуратнее. Ложись и не пикай. Закрой глаза. Даже если не заснёшь, делай вид, что спишь. Тирея. 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 Иди, ради Бога, иди. Тирея. Не получилось, Фазелет, не получилось. Ты опоздала. Плакать и убиваться нет в этом пользы для твоей дочери, Фазелет. Нет. Ты спасешь свою дочь из этой ситуации. Я не знаю, что ты сделаешь, но спасешь. Ты спасешь свою дочь. Спасешь. Ты спасешь свою дочь. Это машина Селин. Я вижу, как ты страдаешь. И эту девушку вижу, как она счастлива на Виле. Как она смотрит на брата. Я вижу все это. Это может быть болезненно для тебя, но... Эджи хочет заполучить моего брата. Селин. Брат. Что ты здесь делаешь? О, я вижу, ты уже держишься на ногах, мажор. Что ты тут делаешь с моей сестрой? Стойте, стойте. Не волнуйся, я не делаю того, чего ты делаешь с моей невестой. Следи за своими словами. Не делайте, пожалуйста, перестаньте. Деньги решают все, да? Если ты побеспокоишь мажора, то тебя в два счета вышвырнут на улицу. Следи за языком. Я с тобой рассчитаюсь там, где мы будем на равных. Я покажу тебе, что значит приставать чужим невестам. Тихо, ты куда собралась? Гекхан. Может, нам на пару дней уехать? Наедине. Давно никуда не ездили. У меня плотный график, ты же знаешь. На одну ночь. Только на одну ночь. Только на одну. После ЕГЭЗа вся компания заглядывает мне в глаза, если ты тоже это знаешь. Я заглядываю тебе в глаза. С любовью заглядываю. С тоской. Нельзя. Ну, то есть, болезнь отца и все такое. А потом, ты же сама говорила про борьбу за кресло. Откуда взялся отпуск? С чего я-то решила отдыхать? К добру ли? Отец болен? Я говорю, нет. Когда я еще смогу найти такую возможность и сесть в это кресло? Подумай об этом. Что с тобой происходит, брат? Как ты можешь нападать на человека, даже не выслушав? К тому же выставил парня. Разве я не сказал тебе в больнице, чтобы ты с ним больше не встречалась? Что ты делаешь здесь с ним в кафе? С какой-то стати? Тебе очень интересно? Если так интересно, то скажу. Я пытаюсь спасти тебя от беды. Этот парень не просто так задевает тебя. Он взвенчан из-за этой девчонки. Селин, что ты такое говоришь? Какое коварство. Ты даже не понимаешь, в какой беде находишься. Эта девчонка пользуется тобой. Эдже заставила парня поверить, что у нее с тобой роман. Селин, я не понимаю, что ты говоришь. Какая беда? У меня есть более важные дела, которыми надо заниматься. Ты меня не понимаешь. Понимаю. Очень хорошо понимаю. Я не собираюсь воспринимать всерьез паранойю какого-то хулигана. Смотри, я тебя предупреждаю еще раз. Ты больше не будешь встречаться с этим парнем. А если встретишься, то у меня будут неприятности не из-за этой девочки, а из-за тебя. Поняла? Нет. Нет, так нельзя. Я не могу ждать. Мне нужно позвонить Есину. Я не могу ждать. Если у тебя машина, деньги в кармане, так ты что, король что ли? Да я разрушу это королевство. Ну и где ты? Есин, ты все еще рядом с той девушкой? Я спрашиваю, где ты, но ты не можешь ответить, да? Не волнуйся, я знаю, где ты находишься. Есин, несмотря на то, что я видела тебя сегодня с той девушкой, я не обижаюсь на тебя. Мне надо поговорить. Нам нужно поговорить на очень важную тему. Но если ты все еще рядом с той девушкой, даже если она сейчас идет с тобой под ручку, то... Ты боишься этой девушки, да? Что ты говоришь, Есин? Почему я должна бояться той девушки? Есин, я говорю, что важно. Нам надо поговорить о важном. Ты боишься этой девушке, потому что она может раскрыть мне глаза, да? Боишься, что она расскажет, как ты спала в кровати ее отца? Как пытаешься заполучить ее брата? Случилось то, чего ты боялась. Это же Ханум. Я обо всем узнал. Она рассказала мне все. Что ты делала на вилле, послушав свою маму? Я узнал, чего ты стоишь на самом деле. Как тебе не стыдно, Есин? Ты до конца жизни будешь жалеть о своих словах. Раз ты не дал мне возможность сказать, то ты всю жизнь будешь жалеть о том, что... Это тебе должно быть цыгра. С кем ты разговариваешь? С кем ты разговариваешь? Дай мне телефон, чтобы я услышала. Я услышу, с кем ты говоришь. Мне жаль всего, о чем я мечтал с тобой. Послушай, псих ненормальный. Именно, Фазилит Ханум. Отныне я неуправляемая мина. Ты запудрила мозги этой девочке, но пропади пропадом, Есин, который позволил этому случиться. Я выведу ее оттуда. Чего бы это ни стоило. Ты кого и откуда выводишь? А? Поезд укатил, юноша. Забудь про мою дочь. Забудь. Что это значит? Что значит поезд укатил? Что ты говоришь? Вбей это в себя уже в дурную башку. Не станет моя дочь твоей возлюбленной. Забудь. Считай, что она вышла замуж. Понял? Что это значит, а? Что значит выходит замуж? Ты этого захотела, Фазилит Ханум? Ты захотела. Ты захотела. Синан? Ты так быстро выскочил и уехал. С ней ничего плохого не случилось? Мне еще не удалось ничего узнать. Ее отец не отвечает на мои звонки. Ты так быстро ушел. Я подумала, что плохое случилось. Куда ты торопился? Да так, был на набережной. Решил подышать морским воздухом. Кстати, ты, оказывается, останешься здесь. Я рад. Мне было приятно узнать, что ты будешь жить здесь. О боже. Я не сообщила тебе эту великую новость, но ты узнал, значит. А кто тебе сказал? Это... Ягы сказал. Видимо, морским воздухом вы дышали вместе. Я знаю, тебе сейчас не до этого, но мне нужно кое-что тебе сказать. Ты собиралась кое-что сказать, Хазан? Я жду твоего брата. Ягыз Бей. Можете подойти? Вам тоже надо это услышать. Где он, черт? Ну, давай посмотрим. А? Как будто это так просто забрать у меня и отдать другому. Ну-ну. Ну-ну. Субтитры подогнал «Симон»